всем огромный привет добро пожаловать на мой канал давайте сегодня вместе разбирать мои банки которые опять насобирались можно подумать что я тут все ем пью но нет для волос все очень быстро заканчивается например закончилась моя любимая тональная основа от rimel match perfection в оттенке 103 у меня она была просто замечательная тональная основа гелевая текстура незаметно на лице достаточно приятный оттенок который подходил мне зимой к наносится как руками отлично кистью так и спонжем можно наслоить до более среднего покрытия но в основном это более такое легкое невесомое покрытие которое почти незаметно на лице поэтому наверное даже на лето я возьму себе оттенок потемнее тем более здесь такой приятный бонус как spf 20 летом это просто незаменимая вещь будет наверное выбрасываю не знаю может быть опять что-то со мной не так как всегда короче не понравилось мне эта база под тени от релуи она у них одна вот такая сколько ни крути она не вы никак не хочет выходить хотя а потом вот что происходит вот она обычная прозрачная силиконовая база ну и вот это вот этот формат какой-то непонятный мне вообще то есть мне было не очень удобно и пользоваться и особого какого-то эффекта тоже я не заметила чтобы тени держались дольше или там лучше как-то ярче себя проявляли ну как говорится на вкус и цвет и больше просто покупать не буду попробовала и хватит испортилась помада от color pop в оттенке соло я засняла вот кусочек с она немножко полежала я ее потрогала пахнуть она стала тоже очень плохо на прямых лучах эти помады у меня вообще никогда не лежат они хранятся у меня столики я не закрыты всегда и прямые солнечные лучи на них никогда не попадают ну ну и ладно два бальзама для губ один от люкс визаж help вот такой вот красненький закончила вон вообще до донышка потрясающий бальзам он немножко попахивает чайным деревом которое присутствует в составе у данного бальзама заживляет трещинки хорошо увлажняет хороший базовый бальзам для губ и вот в похожей упаковке этот бальзам был вместе с зубной пастой лакалют тоже такой вазелиновый такой больше этот более именно как бальзамчик такой вот лечебный шел а этот более такой просто вазелинчик но тоже хорошо увлажнял губки и также закончила его до конца закончился такой вот клей для ресниц в черном цвете я вам советую попробовать клей в черном цвете для ресниц и я уверена что вы больше не вернетесь к прозрачному потому что это вещь просто решает все проблемы вы наносите или на пучки или на ленточные реснички его и уже вот край ресничный край уже прорисован и вам не надо заморачиваться о том чтобы там еще что-то прозрачным клеем сверху наносить какую-то подводку чтобы вот этого не было видно блика это этот клей от марки amazing shine формате пробника но его хватило на очень долго ну вот теперь уже все вот я закончила его до конца и буду искать еще какой-то но обязательно в черном цвете крема под глаза от мэри кей time wise так понимаю серия называется неплохой базовый крем его можно носить как дневной крем под глаза так и ночной крем легкий хорошо впитывался с консилер на нем не скатывался что еще нужно от крема он базовый хорошо увлажнял не пересушивал неплохой моя любимая сыворотка с миндальной кислотой уже рассказывала не раз об этой сыворотке насколько она мной любима да и уже многими девушками можете посмотреть видео об уходе за моей кожей вот здесь сверху оставьте до хорошая сыворотка попробуйте я думаю тоже не пожалеете фармакоз витекс это мицеллярная вода для снятия макияжа спонж эффект неплохая мицеллярная вода но скорее для лица чем для глаз потому что мне никогда не остается вот этих вот знаете следов панды под глазами от биодермы и беленды от вот этой штуки остается это говорит о том что данное средство не справляется полностью с макияжем глаз хотя здесь написано что мицеллярная вода подходит для лица и для снятия макияжа с глаз ну возможно какой-то легкий макияж глаз тени без проблем она снимает но с тушью до конца не справляется так что для лица да для более стойкого макияжа глаз да и вообще наверно для более стойкого макияжа там какой-то основы тональной короче для серьезного какого-то макияжа данная водичка не подойдет для легкого да ну и любимая моя гель пенка я уже прошлый раз о ней рассказывала увлажняющая для для глубокого очищения кожи лица лифт дэлана очень мягкая хорошо очищает очень довольна данным средством если вы еще не пробовали и у вас сухая чувствительная кожа то обязательно попробуйте home spa маникюр скраб сапфировый и маска сыворотка скраб просто бомбезный кожа рук становится мягчайшая гладкая ну я не знаю какой еще можно быть кожа рук вот действительно как после спа процедуры какой-то скрабом я очень довольна осталось но вот эта маска сыворотка наверное ее можно использовать только на ночь в перчатке и желательно чтобы с вами никого рядом кроме вас не было потому что запах такой хотя на любителя скорее всего но мне лично не очень понравился он такой какой-то приторный навязчивый и вот это вот скользкая пленка которая сразу не уходит я не смогла с ней я пошла и помыла руки я не смогла остаться с этой маской на руках но я думаю под перчатки было бы неплохо нужно попробовать вот именно таким крем для рук белка смекс каприз крем для рук и ногтей защита и регенерация классический вы знаете что не столько здесь сам какое-то действие действительно крем неплохой он увлажняет питает ручки ручки мягкие после него объем очень хороший 165 грамм но запах по у этого крема для рук это действительно какая-то парфюмерная композиция но это очень приятно когда хорошо пахнет и еще работает хорошо лиф делана арома фэнтези и для душа к фруктовый салат действительно это гель для душа пахнет фруктами очень приятный немного жидковатый быстро используется здесь 300 грамм ну ничего особенного просто очень вкусно пахнет хороший гель для душа но в большинстве только из-за своего запаха из этой же серии арома фэнтези лиф делано скраб для тела свежий микс лайма и малины тоже приятный запах в кремовой такой текстуре помните показывала такой скрабик для лица которые в коричневой такой вот упаковке так вот вот эти скорее всего скрабирующие частички именно вот здесь и находились слабовато для меня я больше люблю такие ух скрабы чтобы прям красненькая кожа была после скраба оставалось ощущение увлажненности какой-то кожи напитанности но именно самого вот этого скрабирующего эффекта мне было мало так что если вы любите нежные скрабы я думаю вам это подойдет два дезодоранта adidas pro clear от белых пятен не зря я вам показываю два потому что один я покупала в польше а второй покупала уже у нас второе купила потому что очень понравился запах очень хорошие насыщенные короче очень приятно это надо попробовать хорошо защищает действительно 48 часов я не конечно не пробовала но вот с утра и до вечера но аромат у нашего которая купила у нас совершенно друг то что он другой есть вот эта нота такая же но она не такая насыщенная как вот тот в том который покупал в польше ну почему вот такое ощущение что вот просто сделано в разных каких-то местах потому что ну как как такое может быть что один и тот же дезодорант но насыщенность его ну совершенно другая и он кстати без спирта ну и последняя эпопея это волосы облепиха line белка смекс шампунь и флюид кондиционер шампунь для чистого для частого применения с экстрактом облепихи знаете что мне кажется что то вот от этого шампуня у меня вот эти вот маленькие волосики и стали лезть как-то совпало что когда я стала пользоваться вот этим шампунем ну вот как-то стали вылезать новые волосики хорошо прочищает но единственный минус его то что его этого шампуня нужно много для того чтобы вот промыть полностью голову поэтому он у меня быстро и закончился буквально сколько недели две наверное я его две-три я его опустошила так неплохой базовый такой вот шампунь ничего плохого о нем не могу сказать хотя я очень сильно боялась брать наши белорусские шампуни я наслышана о том что волосы портятся ломаются сохнут ну не знаю вроде как ничего не не сохло у меня и волосы новые стали расти да и блестеть стали больше между прочим ну а вот этот флюид кондиционер он очень очень жидкий его вообще я наверно за раза три полностью использовала как бы не утяжеляет и на этом спасибо волосы не путаются хорошо расчесываются магия марокко волшебная маска пилинг для волос и кожи головы от белита ничего магического в данной маске я не заметила наносила и на кожу головы наносила и на длину и там и там ничего особенного не заметил обещать глубокое очищение и запаивание секущихся кончиков волос закончился вот такой вот шампунь от и фраше против выпадения волос в начале года у меня просто жутко полезли волосы поэтому вот спасалась таким вот шампунем без силиконов он действительно хорошо промывает волосы действительно помогает им как-то регенерироваться там что-то он с ними делает но волосы действительно стали выпадать меньше и стали расти новенькие поэтому данному шампуню спасибо если у вас такая проблема также существует попробуйте может и вам поможет ну вот очистила очередную партию пустых баночек расскажите может чем-то вы из того что я показала сегодня пользовались может я что-то недооценила а может вам то что мне подошло вам не понравилось расскажите об этом в комментариях буду очень рада почитать а всем спасибо большое за внимание всех целую и всем пока спасибо спасибо спасибо